И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик непосредственно пойдет о Light Summer, о прошедшем турнире. Как вы знаете, может тут не знают, мы заняли в этом турнире третье место. И сегодня я бы хотел подвести своеобразные итоги, рассказать вообще о том, как протекал данный турнир, что вообще произошло у нас в течение данного турнира, свои какие-то определенные мысли по команде, по игре, в частности моей, да, как бы есть определенные моменты, которые я бы хотел высказать. Не знаю, зайдет вам этот видос, не зайдет, но я захотел бы повестить все-таки, как вы знаете, как бы игровой, киберспортивный контент, в частности стримы, это то, что выходит на постоянной основе, и поэтому, если уж и стримы все транслируются, может быть и видосы по этой теме стоит тоже записывать почаще, если вам это интересно, поддержите видос лайком, напишите по этому поводу в комментариях вообще, что вы думаете, хотите ли вы видеть больше видосов подобного формата. Я на задний фон включил игру Лайтсаймера, нашу последнюю, финал нижней сетки, против Инвов, тот самый единственный выигранный раунд Родальдерта, поэтому пока я буду говорить, на заднем фоне данный раунд вы сможете как бы лицезреть, увидеть, посмотреть, может быть что-то определенное вспомнить. В общем и целом начнем с того, что, как вы знаете, Лайтсаймер это для многих более фановый турнир, поэтому большинство команд сильных, наверное, не выкладывались особо на максимум, может быть кто-то и выкладывался, но все-таки нужно отлично понимать, что это не тот же МОЦ, это Лайтсаймер, где нет каких-то крутых призов, нет за выигрыш призовых красок, резистов, да, и тому прочему, поэтому отношения игроков, которые играют на постоянной основе на рельсе, я думаю, что может быть даже меньше было, как-то они подходили хуже к этому турниру, ну и не настраивались там чересчур жестко там потеть и разваливать, но это мое личное мнение. Мы же в свою очередь изначально вообще особо и не планировали участвовать в данном турнире, но потом, после трансферов все-таки же решили поучаствовать в связи с тем, что в призах мы увидели устройство, да, то есть если бы призы были бы ни о чем, я думаю, что может быть даже и не стали бы даже пробовать и регаться, играть, но для меня это было бы, ну, была как минимум тренировка, проверка, да, обо всем по порядку я попытаюсь рассказать. Короче говоря, друзья, зарегались мы на турнир, увидели замечательное устройство, за первое место два устройства на корпуса, это по сути 10 тысяч тонкоинов, это очень хороший приз на каждого игрока и поэтому мотивация появилась поиграть, посмотреть вообще, что у нас получится. По итогу здесь не было каких-то групповых сеток, сразу дабл элиминейшн и по сути выиграл молодец, проиграл, еще один шанс имеется, упал в нижнюю, там уже если проиграл, то вылетел с турнира. По верхней сетке мы дошли до финала верхней, то есть, соответственно, я бы не сказал, что у нас была прям ультрапотная какая-то сетка, может быть даже где-то нам повезло с нею, где-то фортанула микро какая-то такая удачка, но в общем и целом в первой игре мы встретились с неопытным коллективом, хоть и там ребята умели играть лайт, выиграли их довольно-таки просто. Вторая игра была против Этернити, которая была, наверное, в какой-то степени даже принципиальная, мы ее выиграли благодаря командным действиям, благодаря индивидуальным действиям одного восповода нашего коллектива, КС'очка, который там, ну, феерил, просто разваливал, делал все, что он только хотел с Этернити, ну и там тоже нужно отметить, что у них неполноценный их нагибаторский состав играл, поэтому, может быть, у нас бы и не было бы шансов на победу, если бы у них полноценный основной состав играл против нас. Ну ладно, выиграли мы эту игру, 3-2 по пенальти, прошли дальше, карта была тоже хорошая, удачная, на дебютики мы потянули их, дальше были Диффенсы, тоже коллектив, который имел в своем составе неплохое количество рельсоводов, тоже не сказать, что сверхсложно мы их прошли, да, с Этернити было намного тяжелее, но выиграли их и дальше попали на ту команду, которая для многих вообще казалась не серьезной, не сильной, да, команда с игроками, в которых были командоры, да, то есть не были легенды, Free, как-то там название было такое сложное, я уже не вспомню, смотреть не буду, но в общем и целом эта команда выбила инвоб в нижнюю сетку и по праву дала нам задуматься вообще о себе, да, они заявили о том, что они реально готовы разваливать, и поэтому нам пришлось тоже как бы их не недооценивать, а наоборот подойти максимально серьезно к данному коллективу и выложиться на максимум. Играли против них на карте мосты и по сути сложилась, да, игра тоже, не сказать, что максимально просто, но контролировали ситуацию, выиграли в основное время со счетом 2-1, если не ошибаюсь, проиграли одну синюю сторону, вторую синюю сторону выиграли там буквально за минуту, если я не ошибаюсь, до конца, очень хороший был флаг, такой немножко даже с умом, сделанный, мне очень понравилась вообще-то игра, как мы играли командно, все было просто великолепно. Ну и тут уже как бы настали самые ответственные игры, мы себе, можно так сказать, уже давали шанс на, ну не то, что давали шанс, у нас было как бы право на ошибку, мы уже 100% занимали третье место турнира, но отлично понимали, что третье место, ну это не серьезно, да, то есть третье место, это явно не тот результат, который мы бы хотели бы достичь, потому что и устройства там начинались только со второго места, и нам, ну хотелось зацепиться как минимум за вот этот топ-2, там уже дальше бороться за топ-1, если получится, то да-да, нет-нет. Играли против Лавсов, знали, что это, ну серьезный как бы коллектив, очень многие говорили сразу, что это фавориты данного турнира, по составу у них там было все идеально, жестко, плюс еще и отличнейший смоковод, который в последние пару-тройку лет так разваливает вообще все, что движется, и поэтому никаких там удивлений к их такой грамотной и качественной игре, по сути, у нас и не было, хоть и мапул карт был для нас подобран довольно-таки удачно, но на опыте ребята превзошли нас, выиграли довольно-таки легко, и мы упали вот этот последний бой, который вы видите на своих экранах, это была игра против Invincible, которые по итогу данного турнира заняли второе место, мы им, к сожалению, здесь тоже проиграли, и я для себя, наверное, после этой игры извлек очень много всяких уроков, очень жестко я тельтанул вообще после этой игры, кто не знает, то, ну, меня не знает, типа, я хотел сыграть намного лучше, это точно, да, как бы настраивался на игру, но по итогу довольно большое количество и промахов было от меня, и каких-то мувов, может быть, не совсем грамотных и правильных тоже совершил за эту карту, и тот обидный форест, как бы уже начали камбэк 2-1, начали откамбэчивать, уже как бы поймали свою волну, но одна ошибка, контратака противника, и по сути все, мы игру проиграли, но это отличный урок для меня, для команды в целом, все-таки я вообще не играл лайт полноценно, да, на протяжении, ну, больше пяти лет, да, по сути, последний раз я играл в 2015, и то я тогда уже играл на смоке, а на хантере я играл в последний раз, наверное, где-то в 2014 году, в середине, и то это был, как бы, хантер с немножко другими характеристиками, он был, во-первых, и помедленнее, сама рельса работала по-другому, то есть динамика игры с того времени в лайте сильно поменялась, ну, и, соответственно, тактики игроки тоже поменялись, совсем все по-другому стало, но это явно не отмазка, все дело в опыте, даже не том опыте, а как в качестве своей игры, нужно просто больше уделять времени, и обязательно у тебя тогда все получится, у нас этого времени особо много не было, полноценно в сумме у нас получилось, то есть, 2 недели полноценных тренировок, плюс официальных игр, то есть, за 2 недели мы сыграли весь турнир, сказать, что третье место это плохой результат, я, ну, отлично понимаю, что не могу, я так сказать, это довольно неплохой результат в общем и целом, при том раскладе то, что второе и первое место заняли ребята, которые на постоянной основе играют light, да, то есть, light это их стихия, да, и что в инвах, что в нынешних лавсах, отлично подобранные игроки для данного формата, и поэтому мне, наверное, даже не стыдно проигрывать им, но инвам было проигрывать все-таки обидно, когда ты понимаешь, что те же лейтовики, которые номинально должны тебя просто уничтожать и доминировать на карте, начинают дефить, соответственно, ты как бы уже по плюсмораличке тоже поднимаешься и хочешь уже цепляться тоже за свои победы, но, к сожалению, в тот день у нас этого сделать не получилось, но, как я уже сказал, это определенный опыт, определенный экспириенс в плане того, что в будущем у нас будет межклановый чемпионат, при том раскладе то, что я надеюсь на то, что большое количество игроков сохранится и не будет в другом ключе себя представлять, то есть, соответственно, ну, если там не 10, то 8-9 игроков нынешнего состава останется, соответственно, у нас тот самый костяк уже будет, и мы уже получили тот самый необходимый опыт, и, соответственно, в дальнейшем, только развиваясь на тренировках, сможем расти дальше, сможем, возможно, показывать намного лучше результаты, да, и в плане стрельбы, и в плане действий на карте, потому что, по сути, в лайте, если ты стреляешь плохо, у тебя уже изначально не может получаться качественные и грамотные игры, это не хард, да, где ты можешь читать определенные ситуации и вывозить на определенных микромоментах, хоть это и сложно сделать, но это все же более реально сделать, нежели в лайте, здесь, если ты промазал рельсы, то все, ну, gg, если у тебя со стрельбой все беда, ты как бы ты не хотел бы жестко вытаскивать там, ну, и плюс дроп, как бы, да, тоже очень многое решает, поэтому нужно тренироваться, нужно не останавливаться на этом, продолжать в том же духе, я думаю, что в дальнейшем в этом формате результаты будут лучше, хотя, честно говоря, в голове я отлично понимаю, что у меня нету лично, у меня нету сверх большого желания упарываться в этот режим, да, я имею ввиду не режим, а формат, да, то есть лайк, я понимаю, что мой уровень, ну, не достигает нужного и по стрельбе, но все же, если ситуация сложится так, что придется катать, я думаю, что придется поднатаскивать и себя, и в целом свои параметры, да, чтобы уже начинать показывать более грамотные результаты. Поэтому, если подводить, ребят, черту и вообще подумать о том, что нам преподнес данный турнир, да, призовые здесь, ну, как бы, смешно вообще там об этом говорить, для меня это лично опыт, да, которого у меня в лайте не было, как я уже сказал, на протяжении 5 лет, и, соответственно, мы можем в дальнейшем уже этот опыт раскрыть по максимуму, уже, как бы, поняли, как играют одни ребята, другие ребята, может быть, появятся еще какие-то сильные команды, и, соответственно, к ним нужно тоже своеобразно подходить и добиваться лучших результатов, а не останавливаться на каких-то третьих местах. Вот такой вот видеоролик у нас уже получился, если вам понравился, если вы вообще имеете какую-то свою, какую-то определенную позицию, напишите вообще в комментариях, что вы думаете по поводу турнира, по поводу того, докуда мы дошли. Мне лично хотелось вообще рассказать обо всем этом, поэтому пишите, мне очень будет интересен ваш фидбэк по этому всему делу. Ну, а с вами был Мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok